Друзья, здравствуйте! Этот репортаж посвящен недвижимости вдоль Псикупса. Еду я на велосипеде от администрации до курортной части. Еду я на велосипеде. И мы посмотрим дома по объездной, посмотрим дома в курортной части города. У меня уже был репортаж, он летний, по-моему, два года я назад его снимал, и в подписи я дам ссылку на этот репортаж. Конечно, зима это мрачное время года, получается несколько серенькое, но, с другой стороны, наша серенькая погода и наши серенькие плюс 15 градусов для кого-то являются летними плюс 15 градусами. Вот такой у нас январь-февраль. 13.40, 27 января, 19 градусов. Вот такая кубанская зима. Уже следов о бывшем снегопаде нету. Все вокруг зелена. Единственное, что не висят листочки на деревьях. Это будет только через месяц, через два. О недостатках и преимуществах. Ну, первое преимущество от такого расположения, это то, что можно выйти на берег Псекупца и отдохнуть. Но самый главный недостаток, что рядом находятся транспортные артерии. Вот я стою на революции, и слышно, как гул автомобиля идет. И как раз те дома, которые находятся вдоль Псекупца, от них хорошо должно быть слышно автомобили, что на трассе М4. Проедем, посмотрим. У меня был репортаж, по-моему, прошлого года или двухлетней давности. Размещу ссылки в подписи. Смотрите, ерек, который перпендикулярно петелькает улицу Объездную. И дома, несчастные дома, которые постоянно попадают под затопление. У меня есть репортаж, прошлого или позапрошлого года, как раз в этих местах вода поднимается практически до фундамента этого дома. Но, как видите, местных это не пугает, и они здесь даже развели огородик. утверждают, что урожаи сюда не собирают очень хорошее, поскольку каждый раз, когда река разливается, то приносит вместе с собой ил. Вот, эти дома обычно попадают в репортажи, когда говорят, что горячий ключ топит. Ну, как его может топить полностью, если он в основном находится на горах? Да, и во время подтопления вот этот подвал тоже был практически полностью в воде. Сюда положили, поставили насосы и откачали воду. Дальше идут дома по объездной. Они находятся рядом с озером длинным. Это не Псикупс, это озеро длинное. В нем никто не купается. Обычно здесь ловят рыбу. Это бывшая старица, стало быть, раньше русло реки, вон туда он уходил. Эти дома, по сути дела, построены на старом русле Псикупса. В 60-х годах спрямили Псикупс, и потом вот рядом с Псикупсом проложили объездную. По ней я сейчас и поеду. Проезжаем мы район Лебединого озера. Здесь находятся несколько девятиэтажек, и через год, через два район будет полностью достроен. И рядом протекает Псикупс. Очень многих интересует, а затапливает ли Лебединое озеро во время паводков? Нет, не затапливает. Вот смотрите, сейчас вот, где я стою, где-то ниже Псикупс находится на метра три. Потом еще на метра четыре находится дорога, еще несколько выше находятся сами здания. Нет, не затапливается. Здесь было спрямление дороги, спрямление русла Псикупса, и по этой причине вся вода, весь паводок как бы спускается после моста на революции. Тот шум, который доносится, это от машин от объездной. Поэтому те, кто будут покупать квартиры прямо напротив объездной, перпендикулярно, будут слушать всегда эту трассу. Еще будет доноситься шум с трассы М4. С объездной съехали. Дальше улица Солнечный берег. По этой улице находятся в основном очень крутые города, очень крутые дома. Прямо едешь по улице и глаза радуются. Можно на что посмотреть с правой стороны и с левой стороны. Одним из недостатков покупки недвижимости вдоль Псикупса является то, что есть водоохранная зона. То есть это место, где нельзя выращивать кур, свиней, но это и так нельзя выращивать. Смотрите, вот он выглядит. Водоохранная зона за законодательством Российской Федерации установлен специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. До самого Псикупса, ну, метров сто, наверное. Перед тем, как покупать недвижку рядом с водными водоемами, с озерами, с озерами, с горечками, нужно проконсультироваться у юристов по поводу водоохранной зоны. Сейчас еще будем уехать, еще посмотрим такие вот объявления. Ничего страшного нет, но некоторые виды хозяйственной деятельности здесь запрещены. Ну, вот я на улице Береговой, и здесь виден такой небольшой ополдень. Это еще один очевидный недостаток нахождения и покупки земли рядом с Псикупсом. В прошлом году снимал это место. Вода доходит, ну, наверное, метров два отсюда. Вот видел я такое. И вот видно, что уже здесь укрепляли берег, и вот эта вот стенка потихоньку сползла, разорвалась, и сползла. Засыпают камнями, засыпают камнями. Это нечастое домовладение. Здесь находится что-то вроде базы отдыха или домиков, которые сдаются. И смотрите, какая вещь. Сруб, а он покрашен. Такой серенький цвет. Как вы думаете, почему? Я, кстати, был внутри этих домов. Несколько сыра выглядит и печально. Может быть, срубы. И вот такие дома годятся для центральной России, но для горячего ключа, для Кубани не годятся. Дерево гниет, дерево косит, дерево выпирает, и не очень комфортно получается такое жилье. Стены кривые, по крайней мере, внутри. Ну, вот этого домика, кажется, я тут был. Дома находятся в самой непосредственной близости к Псикупсу. Ну, выход на Псикупс не очень удобный. Обычно летом все покрыто в зелени, в листве. А так хорошо видно, что трасса М4 как раз находится в непосредственной близости. Метров 200 отсюда. И если вы будете покупать недвижимость как раз около Псикупса, то будете слушать эту трассу постоянно. А, кстати, здесь летом, в августе, да еще, и зимой, в субботу, воскресенье, наблюдаются сплошные пробки вот как раз вот здесь стоят. Потому что еще километр отсюда, в правую сторону, в сторону Красадара, значит, двухполосные движения, а потом оно потихоньку переходит в однополосное движение. Вернее, четырехполосные, в двухполосные движения. Я нахожусь на улице Береговой. Вот такие знаки стоят вдоль всего Псикупса. Водохранная зона. Что можно сказать? Здесь расположены довольно-таки крутые дома. Некоторых из них я был. И такую хочу историю рассказать. Хозяин сделал столько много лампочек, что лимитов не хватает. И части лампочек нужно выключать. В одной части дома, чтобы включить лампочки в другой. Вот такая вот история. Ну да, когда в доме 300-500 метров, то подобные вещи уже будут актуальны. Сколько обычно выделяется на один дом? Ну, киловатта 3, наверное. Ну, 10. Сколько лампочек можно на эту мощность поставить? Сколько компьютеров включить? Сколько стиральных машинок? Ограниченное количество. Ну вот, мы доехали почти до мебельной фабрики. И здесь находятся дома Солнечного берега. Вот этот первый дом уже сдан. Внутри у них этих квартир уже был. Есть там однокомнатные. Есть студии, которые расположены на южную часть, на восточную. И вот новые дома строятся. Самое неприятное соседство это с мебельной фабрикой. Уж не знаю, работает она или нет, и за счет чего она работает. Поскольку продукцию, так сказать, не очень. Такая приятная глаза. Хотя я столы для детей, для себя покупал на мебельной фабрике. И кровать я тоже покупал на этой мебельной фабрике. Говорят, что скоро их изгонят с этого места. И будут здесь расположены какие-то новые дома. Мебельные фабрики. Смотрите, сколько здесь автомобилей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двадцать автомобилей. Значит, двадцать работников здесь работает, да? Дальше находится мост через Псикупс. С той стороны Заречья. Ссылка внизу на репортаж Заречья. Может быть, позапрошлого года. Ну, наверное, все будет точно так же, все актуально. И дальше видно трассу М4. Зелени нет, поэтому гул хорошо ощущается. И от трассы, и от Псикупса. Кстати говоря, если останавливать автомобиль с той стороны, то ближайший разворот будет на повороте на Фоногорийской. Это примерно пять километров отсюда. Ну и с той стороны развернуться можно под мостом, который идет на развязке, который идет на вокзал. Сегодня первый раз, когда я в этом году сел на велосипед. Несколько вышел из формы, устал до чертиков. Видите, тепло, плюс 15 градусов. Оказывается, в мебельной фабрике открыт детский футбольный клуб Спарта. С трех до тринадцати лет. Не знаю, какие вопросы задать. Ну, телефоны есть. Задал бы, если бы мой сын собирался быть футболистом. Но я думаю, у него к этому тяги нету никакой. Уговариваю сына записаться в туристы. По Псикупсу и дошел до подвесного моста. Сейчас он находится в аварийной ситуации. Его закрыли. Вот так, по правде сказать, таких мостов раньше было очень много. Подвесные мосты были, по-моему, в районе Афапосика. Ну и через другие. В других местах делалось очень просто. Вот такие вот ванты пропускали. И делался мост. А он в том месте, где там мы с сыном и с племянником ныряем в Псикупс. Сейчас пойдем посмотрим, где он. Надеюсь, этот мост не разберут. И в будущем будут точно так же строить другие мосты. Потому что идея очень простая. Протянуть пару канатов. Подвесить мост. И все, мост готов. На картинке вы видите горячий ключ в конце января. Я в этом видео отвечаю на один из самых популярных вопросов, которые мне задают. Расскажите о недвижимости вдоль Псикупса. Как бы мне купить такой вот участочек, чтобы сразу выходил он на Псикупс. Но тут нужно заметить одну вещь, что участок-то вы можете купить, но доступ к реке вы должны будете обеспечить. Вот такая вот небольшая вещь. Потому что реки относятся к всемирнородному достоянию, как это сказать, к общей собственности, государственной собственности. То есть вы ее приватизировать не сможете. Второй вопрос это, нужны участки там, где не затапливают. Ну вот я проехал вдоль Псикупса, от администрации до курортной части. И здесь не подтапливается ничего. Ну разве что вот эти два несчастных три домика, которые находятся рядом с объездной. И то они не затапливаются, у них только подвалы наполняются водой. Но их регулярно воду оттуда вычерпывают, и народ, как вы видите, там продолжает жить. Кстати, вот здесь вот, в этом участке детишки как раз футбольной секции и занимаются. Улица Набережная. Кстати, исторический центр местечка Ключевого. Да, Ключевого. Сейчас мы доедем до редакции газеты Горячий ключ. Не знаю, выходит ли она до сих пор бумажной версией или нет. Вон она впереди. И сейчас пойдем посмотрим другие места, где летом особенно здорово и можно приехать и понырять. Как детишкам, так и взрослым. Вот она редакция. Набережная. Вот в этом месте мы ныряем с детьми. Не знаю, найду ли я кадры, как мы это делаем. Вот здесь вот. Когда спрямляли речку, то здесь, видимо, был как бы перепад высоты. И потом он стал размываться. И вот там вот как раз образуется такой вихрь и образуется яма. Еду по улице Крылова. Почти доехал до санатория Придгорье Кавказа. Что еще можно сказать о том путешествии, которое я сделал? Так это то, что недвижимость от начала моего путешествия до конца вырастает, стоимость его вырастает, наверное, раза в 10. То есть здесь где-то в этом месте сотка одна стоит, наверное, миллион. А может быть даже и больше. Потому что считается, что на этих сотках можно построить какой-нибудь дом отдыха, какой-нибудь отель и получать громадные денежища. Вот Крылова, 11. Это какой-то отель. И здесь вот, на вот этом участке, очень многие люди сдают свои помещения для приезжающих. Кстати, вот здесь вот был недавно домик. И теперь его выкупили, строят что-то там другое. Вот. И вон там тоже был домик. Вот здесь тоже был. Тоже на место него что-то строят. Сейчас пройдем посмотрим. А-а-а. Рядом с вами продадут. И построят большие дома. Потому что многоквартирный дом построить гораздо проще, чем одноэтажный на одного хозяина. Вот я и в курортной части. Такс, 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 такс. Что мне дальше делать? Куда пойти? Ладно, мы с той стороны объедем. Здесь везде поставили вот такие вот штуки на автомобиле и не проедешь. Раньше автомобиль я оставил здесь. Ну а сейчас оттуда идет грозный охранник, который всех выгоняет. Ну вот, кстати, и сами-сами дома издаются комнаты. Издаются помещения. Вот. Мое путешествие почти закончилось. Сейчас еще подумаю, чтобы вам еще сказать такого. О недвижимости вдоль Псикупса. Около двух лет назад появился этот забор. А вот здесь еще лет десять назад, вон там, была волейбольная площадка. Вот здесь вот, как раз, там, где проходит вот эта вот дорога. Ну а сейчас уже частная территория. А вон там находится недострой. Какие-то апартаменты. Не знаю, достроят это дело или нет. Ну вот я и дошел до Счастливого моста. С правой стороны Старый замок. Прямо подо мной Псикупс. С тающейся водой. С левой стороны скала Спасения. Петушок. И курортная часть города. А стою на Счастливом мосту. Ну, друзья мои, если вас интересует Горячий Ключ, то подписывайтесь. И тогда вам Ютуб подскажет основные вопросы, которые задают люди. Задавайте вопросы в подписи. Делитесь мнением. Конечно, ставьте лайки. Спасибо. С вами был Сергей Михайлов.